МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаджина. Ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поправки не прошли. Либерал-демократы и коммунисты не смогли набрать необходимого количества голосов для возвращения прямых выборов глав районов и Великого Новгорода. Три тысячи чертей на всех нарушителей. Народный артист Михаил Боярский о безопасности детских перевозок и личных отношениях с госавтоинспекторами. Исправить обещают за неделю. Хвойной потекла крыша нового дома для переселенцев из-за аварийного жилья. Андрей Никитин потребовал решить вопрос в кратчайшие сроки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областная дума сегодня могла вернуть то, о чем упорно спорят в последнее время прямые выборы глав муниципалитетов. Соответствующие поправки внесли либерал-демократы и коммунисты. Их поддержали эсеры. Однако инициатива разбилась о монолитное большинство Единой России. Елена Казакова с подробностями. Члены фракции ЛДПР «Изменить закон о порядке избрания муниципальных глав» предложили только в первой его части, которая касается назначения мэра Великого Новгорода. Либерал-демократы заявили, что система конкурсного отбора должна действовать только в районах. А на родину российской демократии необходимо вернуть всенародные выборы градоначальника. Мы, новгородцы, готовы и должны свое будущее выбирать сами. Я не прошу, я требую от вас поддержать эту поправку и вернуть новгородцам право выбирать градоначальника. В поддержку инициативы Алексея Черсинова выступили члены фракции КПРФ, которые подготовили свой пакет поправок в тот же закон, и справедливо-росы, в том числе Михаил Караулов, который напомнил, что в марте сам выступал с подобным предложением, на что спикер Елена Писарева заметила, что тогда документ просто не мог быть включен в повестку, ведь депутат не согласовал его даже с мэром города, а это предусмотрено регламентом. Поправка же Черсинова – дело другое, с ней Юрий Бубрышев ознакомился и в своей резолюции подчеркнул, что считает возвращение прямых выборов в Новгороде нецелесообразным. Такого же мнения придерживалась и фракция «Единая Россия», ориентируясь на показатели явки избирателей. Активность избирателей в последнее время очень сильно падала. Если мы говорим о заинтересованности граждан, то в 2013 году на выборах мэра участвовало 25% граждан. Это говорит о том, что людей не интересуют политики, градоначальники, главы районов. Их интересуют хозяйственники, люди, которые будут заниматься дорогами, коммунальным хозяйством. В итоге поправки фракции ЛДПР региональным парламентом приняты не были. Только 11 депутатов проголосовали за, 12 высказались против, двое воздержались. Для принятия же необходимо набрать 17 голосов. Такой же результат ждало рассмотрение инициативы коммунистов. Правда, фракция КПРФ выступала за возвращение прямых выборов на территории всей области, а не только ее столицы. Мы с вами тоже ведь избираемся прямым голосованием. Президент у нас избирается прямым голосованием. Главы поселений, если говорить опять об уровне хозяйственников, которых подбирают, тоже избираются прямым голосом. Почему такая принципиальная позиция и изменение в устав у нас касается только именно глав районов? Но итог голосования был предсказуем. Проект не принят. Отклонили депутаты и внесение изменений в устав Новгородской области, в котором Алексей Чурсинов предлагал прописать процедуру согласования региональной думой кандидатов на должность вице-губернатора. За выступили только 12 народных избранников. Также депутаты в очередной раз внесли изменения в закон о бюджете, чтобы распределить 465 миллионов рублей, поступивших из федеральной казны. Анатолий Федотов выступил за распределение части средств на ремонт дорог и субсидии муниципалитетам. А Сергей Бусурин попросил найти средства для погашения кредиторской задолженности двух районных больниц – Холмской и Машинской. Это по 3 миллиона рублей. Всего необходимо 6 миллионов рублей. Это государственное учреждение, выполняет очень большую социальную нагрузку, обслуживает население двух этих районов. Добавим, что на днях сетевое издание «53 новости» сообщило, что около 80 работников Холмской ЦРБ два месяца не получали зарплату. Сумма задолженности составляла более 800 тысяч рублей. Свою зарплату люди смогли получить, лишь обратившись в суд. Проект изменений в закон о бюджете и две поправки к нему депутаты приняли большинством голосов. Елена Казакова, Евгений Васильев, Новости, Новгородское областное телевидение. По новгородским улицам на мотоциклах ездят дети. Это видео только за один день набрало почти 20 тысяч просмотров в соцсетях. Видеорегистратор фиксирует, как детские фигурки на мототехнике преодолевает перекресток в оживленном Колмове и двигаются дальше, пытаясь обогнать грузовик и уворачиваясь от встречной газели. Пользователи группы ЧП ВКонтакте отмечают, что ребенку в красной куртке явно не с 16-ти, а кто-то интересуется, исполнилось ли ему и 10 лет. Очевидцы сообщают, что видели подростков в других районах города и задаются вопросом, куда смотрят родители. 3000 чертей, наверное, воскликнуло бы по этому поводу народный Д'Артаньян страны Михаил Боярский. По иронии судьбы, чуть раньше детских уличных мотопробегов любимый актер стал участником социальной акции, которую проводит Госавтоинспекция. В канун учебного года водителям напоминает о безопасности детских перевозок. К участию в акции «Самый важный на дороге» известного гостя в широкополой шляпе пригласили с целью привлечь внимание автомобилистов области к насущной проблеме. Сейчас о том, что до 12 лет ребенок обязательно должен путешествовать в авто только со специальным удерживающим устройством, знают не только родители. Все. С начала года в нашем регионе в ДТП погиб один ребенок, а 83 получили ранения. Эта цифра буквально шокировала народного артиста. Может, действительно откажется от транспорта, ездить вверхом или в каретах, потому что, ну, представьте, 80 детей. Стоит ли любая машинопромышленность того, чтобы подпитерять 80 детей, чтобы сделать новую совершенную машину? Да к чертовой матери все эти легковые. Лучше пешком ходить, но иметь здоровых 80 детей. Живых. Больше половины из этих пострадавших составляли дети-пассажиры, безопасность которых не была в должной мере обеспечена родителями. Над профилактикой несчастных случаев в нашей области работает власть, омбудсмены, а факт исполнения норм контролируют сотрудники ГИБДД, которых так не любят водители. Как выяснилось, у людей известных иные отношения со стражами порядка на дорогах. Когда нас останавливают сотрудники ГИБДД, вот вы, как известный человек, поделитесь в этот вот волнительный момент, как сохранить внутренние равновесия перед сотрудником ГАИ и вот удержаться в седле. Если вас остановили, значит, он не уверен в том, что вы правильно что-то делаете. Значит, нужно придется думать о себе, что я сделал не так. И бояться, конечно же, не нужно. Нет. И здесь уже совсем не важно, моторный транспорт у тебя или копытный. Главное – тактичность и уважение на дороге. Еще один залог безопасности. Я никогда не пользуюсь тем, что «А ну, куда я не проехал, я боюсь». Это исключено. Наоборот, как раз я двойную ответственность чувствую за то, что меня смотрит, я должен поступать так, чтобы другим было неповадно нарушать штуку. Автор, кресло важнее всего. Детские жизни спасает она. Будьте разумны, дорогие водители. Пристегните ребенка, вы же водители. Акция, призывающая уважать хоть и не главных, но самых важных на дороге – маленьких пассажиров, будет действовать с 28 августа по 30 сентября. Но сам Боярский утверждает – у этого призыва нет сроков. А на нашей земле у артиста, помимо социальной деятельности, очень много дел творческих. Чудом успеваешь оглядываться по сторонам. Как вам вообще Новгород? Вы застали сегодня шторм, вас застал ночью. Как впечатление от города? В основном я видел, к счастью, зрителей. Они у вас великолепны. Что же касается красот города, я надеюсь, что, поскольку мы недалеко находимся друг от друга, я еще приеду сюда специально для того, чтобы посетить музей. Надеюсь, приду не один, а с семьей. Людмила Александрова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Михаил Боярский гостит в нашем городе в рамках фестиваля исторических фильмов «Вечья». К этой теме мы еще вернемся в ходе выпуска. А сейчас заглянем в Хвойную. Областные власти назвали район приоритетным в плане годификации в будущем году. Для местных жителей это очень важно. Людей также волнует вопросы водоснабжения, медицины и, конечно, дорог. Какие ответы получены от главы региона, расскажет Юлия Бабич. Цех по изготовлению топливных брикетов. Производительность полторы тонны в час. Осенью предприятие начнет реализацию инвестпроекта на полмиллиарда рублей. Сейчас мы вкладываем собственные инвестиции в компанию. Начали мы с брикетного производства, то, что мы имеем сейчас. Мы запустили его в прошлом году для того, чтобы освободить площадку для дальнейшего развития нашей компании. Компания «Норд» – ведущее предприятие в районе, которое намерено развиваться здесь и дальше. И пока вопросов у властей к ним нет. Зато есть к подрядчику, построившему для переселенцев из аварийного жилья двухэтажный дом. Он был сдан зимой, но, как часто бывает, погода показала, где строители забыли о качестве. Болевой точкой оказалась кровля. Итог. Почти все квартиры второго этажа регулярно подтапливаются. Все недоделки жилищной инспекции, все они зафиксированы. И все в актах именно совместной проверки жилищной инспекции. Давайте сразу тогда на следующей неделе, пусть приезжает еще раз комиссия, пригласите коллега с прокуратуры, чтобы нам по крыше зафиксировать, что это сделано. Потому что если там будут недоделки, то смысла в дальнейшем опять не будет никакого. Андрей Никитин дал поручение устранить проблемы с кровлей в ближайшее время. Подрядчик назвал срок. Четыре специалиста справятся с задачей за неделю. За их работой теперь пристально следят и жильцы двухэтажки. Люди просят, если не за семь дней, то хотя бы до зимы все исправить. Уже на встрече с главой региона хвойнинцы обратили внимание на благоустройство района, газификацию, качество питьевой воды. Из проблем, которые откладывать больше нельзя, транспортное оснащение местной ЦРБ. Мы больных с инфарктом, с инфультом и беременных должны, обязаны возить в Великий Новгород или Боровичи. Значит, вот у нас здесь возникает транспортная проблема. Из 8 единиц скорой медицинской помощи 6, ну, износ 100%. Две машины свежие. Если есть возможность, ну, хотя бы одну-две машины, было бы замечательно. Одна машина в скором времени должна пополнить автопарк хвойнинской ЦРБ. Я пытаюсь сейчас все-таки убедить Минздрав, что нам нужно как бы помочь, да, с машинами. То есть мы часть сейчас своих найдем, часть дадут федералы, но и потихонечку эту ситуацию будем управлять. Но там дорогу надо сделать прежде всего, потому что вы никаких машин не напасешься, если будет вот такая вот дорога здесь, я считаю. Говоря о дорожной проблеме, Андрей Никитин напомнил, что сейчас идет ремонт приоритетного для региона участка магистрали Крестца-Акуловка-Боровичи. В Хвойнинском районе в первую очередь к восстановлению участок, пострадавший после ливня. В следующем году планируется сделать отрезок Хвойная-Пестова. Из Хвойнинского района Юлия Бабич, Владислав Ковалевский. Новости, Новгородское областное телевидение. Когда и куда обращаться за поддержкой новгородским предпринимателям, продвигающим свою продукцию за пределами страны? Именно на эти вопросы в рамках мероприятия с говорящим названием «Региональный трек сделан в России» отвечали эксперты российского экспортного центра. Наш регион для проведения мероприятия был выбран не случайным. Исторически так сложилось. Древний Новгород вел торговлю далеко за пределами российских земель. Огромным экспортным потенциалом, по мнению федеральных экспертов, область обладает и сегодня. Химическое, металлургическое, деревообрабатывающее промышленности. И, конечно, туризм. В некоторых смыслах Новгородская область впереди планеты российской по части туризма. Если, там расскажу, была идея составить паспорт по экспорту туристических услуг для всероссийских. Вот. Пока он еще не разработан. А новгородцы разработали свой паспорт. И там фокусные меры будут и разрабатываются. Я пока других регионов не знаю. Российский экспортный центр готов помогать всем. Для этого созданы самые разные инструменты поддержки – финансовые, образовательные и консультационные. Воспользоваться может любой. Достаточно лишь зайти на официальный сайт. Пока же из двухсот новгородских предприятий, поставляющих свою продукцию на экспорт, сотрудничество с экспертами наладили лишь четверо бизнесменов. Конечно, не четыре должно быть, а не двенадцать предприятий. Конечно, область будет максимально здесь помогать и нашим бизнесменам получать эту поддержку. И создавать максимально комфортные условия для работы российского экспортного центра в регионе по одной простой причине. Устойчивость нашей экономики, наше развитие зависит от того, насколько будет устойчивым наше предприятие здесь. Чтобы быть устойчивыми, нужно мыслить глобально. Планировать экспортировать свою продукцию уже на этапе создания бизнеса. Выход на международные рынки новгородских предпринимателей обеспечит не только стабильность экономики региона, но и привлечет в бюджет дополнительные средства. Молодые новгородские полицейские получили сегодня табельное оружие. Церемония состоялась в зале воинской славы. В этом году 16 новобранцев, закончивших профильные учебные заведения МВД, пополнили ряды полиции Великого Новгорода. Прежде чем приступить к своим обязанностям, будущие следователи, оперативники и участковые получили табельное оружие. Пистолет Макарова принят на вооружение в 1951 году. Однако только наличие оружия не делает полицейского полицейским, считают молодые правоохранители. Сотрудник следствия больше будет за головой. Оружие применяется в очень крайних случаях. И надеюсь, что оружие мы будем применять только на стрельбах, на учебных. Больше применять, надеюсь, не будем. Дата вручения оружия выбрана не случайно. 23 августа, день воинской славы страны. В 1943 году советские войска одержали победу в битве на Курской дуге. Важным новоиспеченные полицейские считают и то, что охранять закон и порядок им предстоит на родной новгородской земле. Коллектив, по большей части уже сплоченный, познакомиться с коллегами и погрузиться в рабочую атмосферу новобранцы успели за время полугодовой практики. Завтра исполнится ровно 76 лет бессмертному подвигу Александра Панкратова. Ежегодно в канун этой даты в Великом Новгороде собираются поисковики, исследователи, ученые со всей страны и даже за рубеже. Ведь в истории подвигов самопожертвования еще немало белых страниц. Боевое знамя 332-го стрелкового ордена Суворова третьей степени Самборского полка хранится в музее вооруженных сил Москве. Раз в год она совершает путешествие в Великий Новгород, город в боях за который был совершен первый в истории Великой Отечественной войны подвиг самопожертвования. В этом полку служил младший политрук Александр Панкратов. 76 лет назад на острове Нелезень у стен Кириллова монастыря он закрыл телом вражескую огневую точку, дав возможность бойцам своей роты ворваться в расположение противника. Звание Героя Советского Союза бойцу Панкратову присвоят посмертно уже в марте 42-го. Этот подвиг потом еще повторят сотни героев. Всего тех, кто совершал этот шаг, насчитывается 445. Пока. На самом деле поиск этих героев продолжается. У нас еще порядка 15 человек в разработке находятся по нахождению различных документов. И тогда, когда мы будем основательные документы иметь при себе, мы уже, естественно, сообщим и об этих героях. В год столетия политрука Панкратова на земле, где его подвиг помнят и чтят, проходит уже пятая по счету международная конференция «В жизни всегда есть место подвигу». Собирать по крупицам историю героев спустя столько лет нелегко. Во многих регионах в годы войны были уничтожены архивы, но уже сегодня исследователи готовы переписывать историю. Только на нашей земле было совершено не 19, а 22 подвига самопожертвования. Новые имена солдат и офицеров, закрывших амбразуры, узнают и наши соседи. Благодаря конференции в Новгороде в свое время СВПС Сергей Звягин, который присутствует здесь на конференции, они помогли нам найти на одного гамильчанина Файфиша Штрахера, который, в общем-то, погиб по Великим Новгородом, совершил свой подвиг в 42-м году, вот 20 августа 42-го года. Для нас это было белое пятно. Восстановить историческую справедливость и рассказать потомкам, чтобы каждый понял, насколько такие поступки советских воинов были важны для общей победы 45-го. В этом убежден глава региона Андрей Никитин. Это и есть главная цель таких конференций, на которых могут общаться люди разных профессий. Историки, ученые, представители власти. Сохранять память. Герой самопожертвования есть чуть ли не в каждом регионе страны. Но все гости, как один, сегодня говорили о том, что только в Великом Новгороде так чтят их память. Бюст Александру Панкратову в областном центре был открыт в октябре 2015-го. Собирали деньги всем миром. Здесь проводятся живые уроки истории для школьников. Завтра сюда с цветами придут участники конференции. Алена Сувтина, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. История вновь оживает и на киноэкранах. Снова вернемся к главному событию в культурной жизни регионам. Накануне вечером прошла церемония открытия фестиваля «Веча» с подробностями Вероника Лебедева. Михаил Боярский, Светлана Тома, Юрий Чернов, Родион Газманов. Возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть столь известных артистов выпадает от них нечасто. Новгородцы, пользуясь моментом, стараются запечатлеть проход по ковровой дорожке каждого гостя фестиваля. С праздником, дорогие друзья. Желаем вам всего самого лучшего. Вы герои новгородцев. С праздником. Все перемещаются в киноцентр. В одном зале режиссеры, актеры и их поклонники. Приветственные речи, теплые слова и, конечно, песни. Кинофестиваль «Веча-2017» должен стать самым масштабным за всю историю. В программе 10 полнометражных игровых фильмов. 28 панфиловцев, ледокол, землетрясение, невеста. Покажут в рамках кинофорума и документальные ленты о патриархе Кирилле, легендарном тренере Валерии Лобановском. Здесь ничего случайного нет. Здесь подобно для того, чтобы говорить о нашей истории, о ее возможностях, о ее традициях. И чтобы все-таки исторические фильмы поддерживались государством, как это было в старые добрые времена. Сюрприз этого фестиваля – киноринг. Зрители смогут сравнить известную советскую картину Станислава Ростоцкого «Азорь здесь тихий» с современным ремейком. Также участники кинофорума отметят 30-летие легендарной картины «Горды Марины». У нас в программе фестиваля фильмы, которые мы уже полюбили на протяжении 30-40 лет, про городоваризм, но и фильмы, которые вышли буквально в прошлом году, «Время первых», например. И мы помогали… В течение двух лет эти картины показывают. И это уже на самом деле действительно классика. Это фильм, за который не стыдно. И хочется, чтобы его посмотрело максимальное число людей. Новгородцы уже давно полюбили этот кинофестиваль. За возможность посмотреть качественные киноленты и встретиться с известными артистами. Мы ходим на фестиваль каждый год. Очень хороший фестиваль. Нам очень нравится всей семьей. Нас даже пришли гости из Китая. Торжественное открытие фестиваля «Вещи» длилось почти три часа. Уже после состоялся показ кинофильма «Время первых» о первом выходе человека в открытый космос. Вероника Лебедева, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на четверг, 24 августа. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова